Это один из самых масштабных трудовых десантов в истории Велеса. Несколько десятков волонтеров без особого труда налаживают контакт с обитателями реабилитационного центра. Неудивительно, эти дети оказались в сложной жизненной ситуации, эти детеныши тоже. То, что происходит, важно для всех. Это же и тактильное общение, и обнимашки, которых не хватает нашим детям, и благодарность в глазах, которые животные не скупятся, отдают нашим детям. Все, чего нам не хватало. Нам не хватало любви, ласки и благодарности. Царь Горох, он же Гарик, Добрыня и Шурик. Новички в секторе копытных лосята, младшему из которых всего два месяца, стали сиротами по вине браконьеров и хищников. Им помогают воспитанники Петербургского дома милосердия, дети, оставшиеся без попечения родителей. Младшие остаются на экскурсию, старшие отправляются на заготовки. К счастью, хотя бы далеко ходить не надо. В Рамполово сохранились посадки козьей ивы. В советские годы плантации кормовых деревьев для мелкого рогатого скота занимали около 200 гектаров. Нынешний катастрофический неурожай фруктов заставил всех обитателей Велеса перейти на подножный корм. Так в меню зверей появились ива и иван-чай. Неудобные для сбора, тяжелые в хранении. Помещение для хранения ограничено. Количество нужно больше, даже чем у нас подготовленное. Хотя увеличено почти в четыре раза помещение для хранения. Сейчас у нас треть помещения для хранения веников и веточного корма. Спасибо нашим волонтерам. Вот прям самое сердечное уже заполнено. Вот, но у нас еще есть август. Надеемся, не на раннюю зиму. Может быть, часть сентября. Для того, чтобы Велес нормально перезимовал, необходимо заготовить примерно тысячу веников. И построить новые вольеры для будущих выпускников. Но сначала их нужно еще вырастить. А в центре уже закончился запас сосок. Его уничтожили эти крошечные невоспитанные лоси. Гарик, Шурик и Добрыня летом следующего года отправляются жить в лес. Там хорошие манеры ни к чему. Юлия Васильева, Сергей Эйстлер, Александр Горохов. Вести Петербург из Ленинградской области.